Всем привет! Я представляю вам запись моего стендап-видео из Казахстана, где я временно нахожусь. Вот он, Казахстан. Это Казахстан. Вот, единственное, что запись с основной камеры, к сожалению, утрачена, поэтому я монтировал всё с запасной камеры. И звук там не самый лучший. В общем, это совершенно плохое видео, однако я всё равно предлагаю вам его посмотреть. Также я хотел сказать, что у меня будут концерты в Турции, Грузии и Армении, в Турции и в Стамбуле 4 ноября, целых два концерта, в Армении 6 ноября и в Грузии в Тбилиси 7 ноября. Все билеты в ссылках в описании. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Я из России уехал. Почувствовал внезапное желание путешествовать в Казахстан на маршрутке с другими мужиками. Ничего, ничего. Приехал. Очень нравится путешествовать. Ну вообще, я понял, что мне и достопримечательности местные тоже нравятся. То есть я бы мог сказать, что... Сегодня затмение было в Астане, да? Я бы мог сказать, что цель визита — затмение. Затмение в башке у одного старого б***я. Ну а смотрите, я когда приехал, где-то через неделю в Астану приехал. Знаете, кто? А Путин. Прикиньте, соскучился. Приехал и такой, я не знаю. Я вот думаю, а Путин, он когда въезжал в Казахстан, он тоже на границе 10 часов стоял, да? И его тоже спрашивали, цель визита. И он такой, к друзьям. Каким друзьям имя? Этот. Камиль. Жемель. Ладно, я с другого КПП заеду. И потом думал, мы фактически один день находились в одном городе с Путиным. Я теоретически мог бы встретить, наверное, его на улице. И он бы наверняка стоял возле своего лица, потерянный такой. Увидел бы меня и такой, молодой человек, а вы не подскажете, где здесь обменник? Мне обменять надо Медведчука. Не знаю. Вообще, я думал, в самый последний момент решил ехать. Он думал, ну такой, не поеду, наверное. Стадный инстинкт, понимаете? Все поехали, и он поехал. Я думаю, нам надо всем с девятого этажа прыгнуть. Я думаю, он до последнего не собирался ехать, но потом в российских СМИ Песков объявил, мы точно не будем закрывать границы. И Путин такой, надо ехать, надо ехать прямо сейчас. Вообще, конечно, ему, Путину удалось мобилизовать население. Удалось до миллиона человек мобилизовать, и уехало нафиг, конечно. Что ему это удалось сделать. Но вообще, когда он приехал, кстати, еще в Астану, я слышал, была новость, что полиция в Астане была переведена в режим, ну, более серьезный, работает. И я видел, действительно, каждый, через каждые 50 метров стоят полицейские. В Москве это называется метро, если что. Но вообще, кстати, меня не пугают казахстанские полицейские. Они искали на руки, ты дружелюбный. Я даже в одновы из них спросил дорогу, он мне показал дорогу, правда, в сторону России показал. Но показал же. Не знаю. И вообще, зачем Путин все это начал? Я задаю этим вопросом. У него же объяснение каждый день новое. Особенно мне понравилось это, когда он говорил, я не хочу, чтобы у нас были родители номер один и родители номер два. Потому что он, видимо, хочет только, чтобы был дед номер один. И вообще, тревожно, если честно, мне тревожно. Потому что я не привык более чем ноль раз слышать в новостях словосочетание ядерный удар. Я вам так скажу. А сейчас как будто бы чуть чаще. Но есть, конечно, категория граждан, которые готовы к ядерному удару. Не знаю, как у вас, в Казахстане. У нас в России есть такие граждане, это преподаватели ОБЖ. Они же всю жизнь ждали этого. Они восстали из пьяного забытия. Сейчас такие. Ну что, миру нужен Леонид Борисович, наносите ебную сетку на себя срочно. Стоя в дверном проеме обязательно. И потом в классе из окна уже видно ядерный глип. Он такой, вы куда пошли? Ядерный взрыв для учителя. Вообще, я думаю, в России в уроке ОБЖ сейчас должны проходить как-то очень кратко. Типа, здравствуйте, дети, открываем авиасоилс. Как-то вот так. В принципе, как-то так. Я, кстати, слышал, что в России сейчас в самолетах аплодируют не при посадке, а на взлете. Не факт, что нам нужно уже, а на взлете он. Ну да. Сейчас ты я. А, да. Да, этого не было. Смотрите, да, в первый или во второй день в Астане я на такси ехал. И приехал таксист, местный житель, все это по всему. Я у него решил завязать беседу с ним. Я у него спрашиваю, ну а что, как вообще здесь, в Астане? Много приезжих, и он сказал, да, много, много приезжих. Настолько много, что один из них, я! Дальше молча ехали. То есть, когда время он повратился к мне и говорит, да, ты не знаешь, мы где? Я вышел сразу такой, главное, в Новосибирске меня не увези пока. Изучаю казахский язык, потому что нужно, ну, нужно же изучать. Просто чисто из уважения к стране, в которой я нахожусь. Я нахожусь, конечно, что я украл на тебя аплодисменты, потому что я не так много изучил казахский язык. Я знаю одну фразу. Я знаю одну фразу по-казахски. Фразу звучит так. Ну что, за сколько снимаешь? Я так понял, что здравствуйте по-казахски, да? Потому что меня все так приветствуют. Ну, не знаю, не знаю. Вообще, я когда приехал в Астану, я вышел из железнодорожного вокзала, и первое, что я увидел, был автобус в аэропорт. И здесь, давайте я немножко информации дам. Как аэропорт будет по-казахски? Я вышел, приехал автобус, и он мне говорит, а, уезжай. Я такой, ну, ладно, пошел. Сяду куда-нибудь поеду, зашел в бар, бар называется, понаехали. Не знаю, что с этим делать. Не знаю. Короче, ладно, что, снимаю квартиру. Мы вчетвером, четверо мужчин снимаем квартиру за 500 тысяч тенге. Здесь пауза. Для смеха, естественно, или для сочувствия, я не знаю. Ну, и фактически, фактически, у меня теперь есть сожитель номер один, сожитель номер два и сожитель номер один. И живу в новом доме, относительно новом доме, в новом ЖК. И там, видимо, ремонт, часто идет ремонт, всегда сверлит. Мы каждое утро просыпаемся от жесткого сверления. Нет, не в этом смысле. Хотя надо посмотреть, сходить, познакомиться. Я просто жду, что где-то, может быть, через неделю сверху, с квартиры сверху просверлят к нам. И там через эту дырку заглянет местный житель и скажет «О, привет! Что, за сколько снимаете?» Не знаю, но в принципе, конечно, нравится. Но тревожно. Не из-за Казахстана, а из-за, в принципе, ситуации в мире тревожно. Я думал даже, типа, может быть, какие-то успокаивающие видео посмотреть. И в Ютубе начал искать видео, типа, медитация, медитация, спокойствие. И там включил видео, и там красивая картинка. И такой спокойный женский голос говорит «Медитация позволит вам мобилизовать ваши внутренние земли». Я подумал «Нет, нет, 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 и вы туда же!» Субтитры создавал DimaTorzok